здравствуйте мои маленькие любители гальванизма не удивляйтесь но это снова я сегодня у нас в очередной раз демонстрирую рабочую ванну где выращиваю аноды из чистой гальванической меди то есть до этого наверное совершал небольшую ошибку выращивал на малых токах но потом подумал какого ведь это же нужно мало и только необходимо когда вы хотим получить точную копию или рельеф объекта который покрывается медью а здесь нам какая разница какой объект в общем увеличил ток более одного ампера порой даже более двух и у меня наросло вот такой вот анодище тяжеленный тут наверное уже грамм 600 700 но это я уже выращиваю недели полторы две около месяца в общем то есть катушка наросла это все исключительно с отходов отходы я собираю вот в эту баночку там специальная в общем сетка скажем так платинированный контакт называемого так титановый тоже уже бушный и все вот это вот таким образом работает по мере необходимости я просто беру и вот сюда сверху вот в эту емкость подсыпаю отходы аноды какие-то проволочки там и так далее и все работает очень выгодно не нужно мучиться выискивать эту медь тем более нечистую неизвестными там добавками а тут вот оно все говорится в деле самый простой контейнер шашлычный как это ни странно он очень плюсов в том что он не дешевый конечно но плюс в том что у него внутри глянцевая поверхность которая легко отмывается шлак в процессе работы с содой и имеет крышку в случае необходимости то есть можно все это дело закрывать и соответственно ручку тоже что неплохо а вообще роли не играет я обычно сюда использую старые контейнеры которые я уже не планирую в чистой работе использовать применяю их здесь вот именно в получении анодной меди вот допустим уже пользованный остаток но его еще можно использовать тут миллиметра три толщина от еще на долго хватит но по габаритам по размерам конечно уже маловат с одной стороны я могу прямо на него нарастить то есть я даже делал такой метод как примеру сюда приклеивал лист бумаги покрыл покрытую графитом и все это у меня нарастала и превращалась сплошной анод тоже как вариант почему нет вполне реально можно и вовсе взять лист бумаги поплотнее конечно покрытие графитом и окунуть на место вот будущего анода графит покрывается слоем меди и это медь нарастает потом вы можете использовать таким образом можно что выгодно вырезать бумагу любой формы придавайте любую форму какая вам удобно допустим под вашу емкость под какие-то определенные характеристики там объекта меднения и использовать таким макаром скажем так здесь вот опять же возвращаясь к ноду я вот допустим срастил здесь аж 4 по моему 4 пластинки меди вот она как снаружи выглядит вот видно вот эти полосы кстати кто не в курсе это полосы как раз таки вижу что многих мастеров на объектах вроде красивый листик все красиво но там вот эти полосы это говорит о том что человек работает на высоких токах человек куда-то торопится очевидно и этого не стоит делать потому что она может быть красиво для какого-то арт-объекта но некрасиво для поверхности каких-то листьев цветов и так далее то есть вот эти вот полосы вертикальные это как раз от высоких токов в общем то и все здесь похладно хрипнул вот в общем то и все что хотелось показать на сегодня опять наговорил 4 минуты в общем всем пока пока ставьте лайки не жадничайте я стараюсь для вас вы постарайтесь для меня пока пока